Доброе утро дорогие друзья! Всем отличного настроения, прекрасного расположения духа. Сегодня мы говорим о рекордах и у меня в гостях самый что ни на есть настоящий рекордсмен, простите, это Дмитрий Алянчиков, мастер спорта Кыргызской Республики по пауэрлифтингу, спортсмен. Доброе утро Дмитрий, как ваше настроение с утра, скажите пожалуйста? Как проснулись? Нормально вообще. Отлично, я повторюсь, вас можно назвать рекордсменом в вашей копилке, уже около 30 медалей, золотых между прочим. Скажите пожалуйста, каково ощущает себя лучшим из лучших? Ну честно говоря, на этом не акцентируемся, здоровый образ жизни, вот что самое главное. Ну и все таки, как вы себя ощущаете, когда вам вручают такую награду? Да-да-да, на первом месте очень так приятно стоять, когда медаль на тебе вижу, руки вручают. Вы наверное больше получаете удовольствие от процесса, да, нежели от результата. Да-да-да. Расскажите пожалуйста о нем подробнее. Пауэрлифтинг – это силовое троеборье, включая в себя три упражнения. Присед, становая тяга и жим лежа. Вот сумма. Силовое троеборье – это вот, ну, давно-давно, как атлетическая гимнастика еще была. Ну, грубо говоря, это советские такие штуки, как вот фитнес, да? Это советская физкультура. Да, вот физкультура была, взяли шейпинг, фитнес, там шейпинг – это с гантельками, с небольшими. То есть с разных таких вот свинок. Да-да-да. И ответить, ну, как многое направление получилось. Вот мне очень интересно, я знаю, что вы еще по совместительству являетесь тренером. Со скольки лет можно заниматься этим видом спорта? Ну, именно пауэрлифтингом, да, по тяжелому, ну, лет 17-18, ну, можно и раньше. Ну, наверное, до 17 стоит себя как-то вот по-другому, да, подготовить? Да-да-да, там подкорректироваться. Ну, это от человека зависит. Например? Каждый человек индивидуум. Ну, грубо говоря, я вижу, на что он способен, и уже дальше от этого он толкивает. А так у меня самый младший спортсмен, ему 4 годика, Глеб зовут, да. Такой маленький. Да, а самый старший у нас 75. А есть ли, интересно, у вас ученики, ваши воспитанники, которые уже тоже достигли некоторых результатов, достижений, у которых тоже есть свои рекорды? Ну, я тренерской деятельности не так давно, вот именно в пауэрлифтинге, в основном, оздоровительном таком, как бы, направлении работали. А сейчас, да, вот девушка, у нас есть одна чемпионка. Девушка, вот как раз обережаете, хотела спросить, да, для девушек вот все-таки. Вообще, это, знаете, миф. Девушки приходят и на меня смотрят, и думают, говорят, такими же можем стать, да? Нет. Будем одни и те же упражнения делать, да? Девушка будет по-своему красиво развиваться, я, ну, по-женски именно. А вот мужчина по-мужски. Так что... А вы начали говорить вот о спортсменке, она, наверное, такая плотная? Нет, 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 она весит 48 килограмм. Даже меньше меня, друзья, открою вам секрет, это удивительно. И очень такая секси, я вам скажу, да. Отлично. А вот мне интересно очень, Дмитрий, вы из детства мечтали стать спортсменом. Как вот все у вас начиналось, зарождалось? Ну, как-то, знаете, так получилось, да, я в школе, еще со школы, да, в спорткласс попал, по легкой атлетике, с третьего класса. Вот, бегать я не очень любил, поэтому параллельно записался на плавание. Вот, футбол был очень модный тогда. Еще на футбол записался, вот. В общем, в понедельник, среда, пятница было плавание, вторник, четверг, суббота, ну и каждый день легкая атлетика. Очень активно. Да, и вот так вот как-то оно ушло. Потом в велоспорт попал. По велоспорту, да, очень много, долго катался. Ну, как-то так вся жизнь в спорте получилась. То есть спорт, задник. Ну, штанга, знаете, манила, но худой был, маленький. И в советские годы, да, там, на перспективу уже атлеты работали. В велоспорте я результаты показывал. А по штанге во мне не видели. Вот, перспективного спортсмена так особо не брали. Ну, очень, очень хотелось, да, знаете. И вот когда в армию попал, да, в 89-м году, там был спортзал, вот, как оттуда взялся за штангу, больше не отпускаю. И по сей день, по жизни, вместе со штангой. Да, да, с 89-го года не расстаюсь. Отлично. Еще раз доброе утро, наши дорогие друзья. Желаем мы его сегодня с нашим рекордсменом Дмитрием Алянчиковым. Тем временем мы двигаемся дальше. И сейчас я предлагаю посмотреть нашу рубрику Handmade. И из простого, обыкновенного шарчика мы будем делать сегодня легкое платье-туничку. Смотрим все, внимание на экран. Тоже вот такая вот интересная, стильная вещь у нас получилась. Вещь трансформинг. Так что, друзья, Handmade дело хорошее. Присоединяйтесь к нам. Помните, что это такая самая эксклюзивная будет у вас вещь. Самая интересная, оригинальная. Тем временем напоминаю вам о том, что сегодня у меня в гостях самый что ни на есть настоящий рекордсмен. Это мастер спорта Кыргызской республики по пауэрлифтингу. Спортсмен Дмитрий Алянчиков. Дмитрий, еще раз доброе утро. Доброе утро. Вот мне очень интересно, у вас очень много было побед в жизни. Наверняка вот всегда рука об руку идут были и поражения какие-то, а быть может быть кризисные моменты. Или когда-то вы может быть выпадали немножко из спорта. Были ли у вас такие времена и как вот их переживаете? Ну, вы знаете, такого, честно говоря, не было, не дай бог, конечно. Но как начал выступать на соревнованиях. То есть, каждое соревнование заканчивалось победой? То есть, не было ни одного? Нет, в абсолютной, у нас есть еще по процентам, абсолютная категория есть. Там, ну, учитывается вес спортсмена, коэффициент, в общем, учитывается. Вот здесь, да, не всегда, конечно, это не место. Но в своей категории, да, всегда. Это просто удивительно. Это просто удивительно. А вот хотелось бы вас спросить, вы сейчас тоже, да, насколько я знаю, продолжаете участвовать? И вот уже недавно, в октябре у вас был турнир, если не ошибаюсь. А вот какие планы будете ли в этом году еще участвовать, либо вот уже на следующий год? Сейчас травма небольшая, колено, да, вот троеборье именно. 28 ноября планируется. Вы будете участвовать? Там просто, по состоянию здоровья. Вообще просят посудить, судьей главным выступить. То есть вы будете либо по одну сторону событий, либо по другому. Главное в спорте, видите, да. Вот так. Самое главное в спорте. Ну что же, вот такой еще вопрос у меня, блин, вы же потихонечку завершаем нашу беседу. Вы всегда побеждаете. Всегда побеждаете, вы такой молодец. С какими качествами нужно обладать, чтобы всегда выходить победителем, чтобы все получалось? Очень нам интересно. Вы знаете, терпение и труд все перетрут. Здесь нет такого там, ну, кто работает, тот всегда добивайся своего. Отлично. А вот интересно, отдыхаете ли вы иногда от спорта? Что делаете в свободное время? Я думаю, что надо тоже немножечко отдыхать от всего этого, отстраняться иногда. Ну, неделю максимум, потом уже тянет снова. Чем любите заниматься в свободное время? Да, на диване полежать я люблю. Отлично. Тем временем у нас есть звоночек, Дмитрий, давайте его примем. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут, скажите, пожалуйста? Сербет зовут. Очень приятно. У вас есть вопрос нашему гостю, либо же вы будете рассказывать о своем личном рекорде и достижении, или у вас поздравления? У меня... Я хочу рассказать про свой личный рекорд. Давайте. Вот. У меня тут есть хобби. Я иногда пишу стихотворение. И вот я решила не записывать это в тетрадки, а записывать в рулон, как бы. Ширина рулона 10 сантиметров. Я писала, писала, увлеклась. И за два месяца я написала 16 метров рулона. Да. 16 метров рулона, 16 поэтических метров. Большое спасибо за звонок. Очень такой интересный рекорд, друзья. Кстати, напоминаю вам о том, что... Звоните, друзья, звоните, рассказывайте о своих рекордах. У нас есть замечательные призы, подарки. Ну и в завершении, Дмитрий, у меня к вам такой вопрос. Точнее, вот хочу услышать пожелание от вас, нашим телезрителям. Ну, занимайтесь спортом. Вы знаете, сейчас современная жизнь, как вот, как обычный человек живет, да? Вышел из подъезда, сел в машину, до офиса доехал, да? Вот. Устает, уставать, устает, да? А энергию не тратит свою. Вот от этого вот все проблемы ожирения, да? Да. Вот. Дальше спина кривая, сколиоз, там, хондрозы разные. Вот. А тренажерный зал, да? Он так помогает. Угу. То есть вы призываете... Я рекомендую очень-очень, да. Но только грамотно начать. Здесь очень важно. А вот кто ленится, например? Вот как себя смотивировать? Ну, не знаю. Мне кажется, ну, два-три раза сходит, все поймем сам. И все пойдет как по наказке, да? Конечно, конечно. Ну что же, большое спасибо, что порадовали нас сегодня своим присутствием. Спасибо вам. Очень было приятно с вами побеседовать. Ну, а мы, друзья, тем временем продолжаем дальше. Еще раз желаю вам всем отличного настроения, прекрасного расположения духа. И пока мы прервемся на музыкальную паузу, смотрим музыкальный клип. Субтитры сделал DimaTorzok